МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. Сегодня состоялась пресс-конференция главы Чуваши и Михаила Игнатьева. Последняя встреча в таком широком составе проводилась год назад, и у журналистов республиканских СМИ накопилось немало вопросов и тем для обсуждения. Глава Чуваши напомнил основные цифры, характеризующие социально-экономическую ситуацию в республике. Год предстоит сложный, но правительство успело к этому подготовиться. Сформирован запас прочности, будут подтянуты дополнительные ресурсы, расширится круг партнеров, во многом за счет Крыма и Севастополя. Михаил Игнатьев особо отметил, один только год, прошедший с момента воссоединения, уже показал важность и значимость этого исторического события. За два часа глава Чуваши успел ответить на 15 вопросов. Как будем жить в кризис и оптимизировать бюджетные расходы? На какие обязательства экономия не распространится? Где появятся новые ФАПы? Что предусматривает план антикризисных мероприятий? Почему так важно поддерживать новые направления сельскохозяйственного производства? Ответит Михаил Игнатьев и на вопрос, который волновал всех присутствующих журналистов. Собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы Чуваши? Собираюсь выдвинуться к кандидатам. Я об этом уже говорил на встречах с активом отдельных муниципальных образований, когда мне задавали эти вопросы. Потому что время остается совсем немного, полгода. Есть избирательное законодательство, есть федеральные законы о проведении выборов и ряд других законов на территории нашей республики. Моя задача, как руководителя региона, чтобы эти выборы проводились открыто, честно, корректно и конкурентно. Все политические партии, которые зарегистрированы, они тоже имеют право на сегодняшний день выдвигать своих кандидатов. Полную версию пресс-конференции главы Чуваши смотрите на нашем канале сегодня в 17.21.00. В Чебоксарах остро стоит вопрос оказания медицинской помощи горожанам, которые проживают в центральной части. Раньше обслуживание вели две поликлиники центральной городской больницы. Но в 2011 году одна из них была закрыта. Второй же с потоком посетителей справляется с трудом. Здание поликлиники номер 2 по проспекту Ленина 12 было построено еще в 1956 году. За 50 с лишним лет оно выработало свой ресурс и перестало отвечать санитарно-гигиеническим нормам. В связи с этим было принято решение о закрытии поликлиники и последующей реконструкции. Что сделано на сегодня? Во-первых, эскизным проектом по поликлинике номер 2 предусмотрено то, что в здании на проспекте Ленина 12 будет расположено амбулаторно-поликлиническое учреждение для оказания медицинской помощи взрослому населению и женская консультация. Также предусмотрено то, что уже на сегодня разработана проектно-сметная документация. Работы по проектно-сметной документации завершены по разработке в декабре 2014 года. И в настоящее время указанная документация находится в инстрое на экспертизе. Ориентировочная стоимость проекта – 900 миллионов рублей, которые будут выделены из федерального и республиканского бюджетов. Следом за поликлиникой возвратят к жизни и соседнее здание бывшего второго роддома, где расположится консультационный центр и детское отделение. Пока в качестве временной меры в помещении городской стоматологии по проспекту Ленина 16 выделят место для одного участка амбулаторно-поликлинического приема. Это немного упростит посещение врача ветеранам и маломобильным жителям. Свою работу кабинет начнет в начале мая. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Четыре года назад у работников уголовно-исполнительной системы появился свой профессиональный праздник. Накануне их поздравила глава Чуаши. 12 марта 1879 года по указу императора Александра Третьего при Министерстве внутренних дел было создано главное тюремное управление. Эту дату считают началом формирования пенитенциарной системы России. Поздравить работников отрасли с праздником приехал глава Чуаши. Михаилу Игнатьеву устроили экскурсию по музею истории уголовно-исполнительной системы. В коллекции встречаются экспонаты, которые демонстрируют чудеса, изобретательность и находчивость. К примеру, вот этот летательный аппарат создан для незаконной передачи посылок за колючую проволоку. После экскурсии подвели итоги работы управления за прошлый год. Численность осужденных в 2014 году составляла 671 тысячи человек. Я должен сделать отметку, что в 2014 году это самая маленькая численность осужденных, которые находятся в местах лишения свободы за всю историю нашей Российской Федерации. Ваши службы – это тяжелый, каждодневный труд, сопряженный с большой ответственностью и требующий значительных профессиональных наук. Благодаря высокой квалификации кадрового состава, совершенствованию форм и методов служебной деятельности, оперативная обстановка в учреждениях уголовно-исполнительной системе, я хочу постучаться, остается стабильным. Лучшие работники получили грамоты и именные часы. Эх, дороги! Весенний сезон помимо пыли и тумана на пути автомобилистов встречаются гораздо более серьезные неприятности. Дорожные ямы могут не только повредить автомобиль, но и создать аварийную ситуацию. Мы связались с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по городу Чебоксара и узнали, изменится ли ситуация на столичных дорогах этой весной. Особенно волнуют жители столицы Чувашия обстановка на участке дороги по улице Энгельса. Оставляют желать лучшего участки дороги по улице Ярославская и Кривого. Если в зимнее время ямочная проблема отходила на второй план, то сегодня она требует незамедлительного решения. В каждый год в весенний сезон проводится комиссия осмотр всех дорог и определяется, что 3% поверхности, которую мы обслуживаем дорожную, оно портится после зимы. Поэтому ямочным ремонтом управление ЖКХ занимается круглогодично. Просто в настоящее время, ну зимой, февраль, март, мы занимались, мы делали ремонт холодным и литым асфальтом. Сейчас в настоящее время работают 3 бригады. Мы будем ремонтировать все дороги. И Энгельса, и Ярославская, и все знают автомобилисты, это больной вопрос. Там так же, как на базовом проезде, нет основания. Гарантируем, что к праздникам, к маю, и тем более к празднованию республики и дня города, дороги будут в хорошем состоянии все. Школа – ваш второй дом. Говорят обычно первоклассникам, только переступившим порог учебного заведения. Помимо основных занятий, ребята получают первые жизненные уроки, учатся дружить и уважать старших. Ученики Комсомольской общеобразовательной школы номер один навсегда запомнили свой первый класс и первую учительницу. К сожалению, не с лучшей стороны. Преподаватель, которая должна была стать для детей второй мамой, ежедневно издевалась над ними. Заклеенные скотчем рты, алой двойки, нарисованные не в дневнике, а на лбу, и избиение канцелярскими принадлежностями. Таковы методы воспитания 28-летней учительницы начальной школы. Расследование, заведенного в сентябре прошлого года уголовного дела, сегодня завершено. Ей предъявлено обвинение в истязании заведомо несовершеннолетней и ненадлежащем исполнении педагогам обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением с ними. По версии следствия, с февраля 2013 по май прошлого года в селе Комсомольское, вышеуказанной школе, по время уроков обвиняемая применяла в отношении своих малолетних учеников недозволенные методы воздействия, выражавшиеся в физическом и психическом насилии над ними. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Яльчевский районный суд для рассмотрения по существу. Следует отметить, что в ходе следствия в республиканские органы управления образованием и в администрацию Комсомольского района были внесены представления об устранении обстоятельств, посолствовавших совершению преступлений. По результатам их рассмотрения директор указанной школы была уволена, а ее заместитель по воспитательной работе привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Судебные приставы провели очередной рейд по взысканию задолженностей. Не вовремя уплаченные штрафы за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом виде, распитие спиртных напитков в общественных местах могут обернуться для должников административным арестом на срок до 15 суток, обязательными работами на благо родного города, либо штрафом в двукратном размере. Стоит ли напоминать, что в случае своевременной уплаты дополнительные меры взыскания не применяются? Об имеющейся задолженности можно узнать на официальном сайте управления в разделе «Банк данных исполнительных производств» или через приложение Федеральной службы судебных приставов для мобильных устройств. К празднованию Дня Победы всегда подходили с особой ответственностью. Однако в этом году важность события усиливается. 70 лет – очень серьезная дата. Представители творческих союзов собрались за круглым салом в общественной палате, чтобы обсудить, как сделать 9 мая незабываемым для наших ветеранов и жителей республики. Союзы композиторов и писателей Чувашии всегда играли важную роль в организации Дня Победы. В этот раз они также намерены принять активное участие в проведении таких всероссийских акций, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк» и других мероприятиях республики. Запланировано множество тематических концертов, где представители творческих союзов и ассоциаций планируют выступить со своими произведениями о Великой Отечественной войне, как на русском, так и на чувашском языках. Все-все творческие союзы участвуют. Вот дети, нужно, наверное, детей больше подключать. И рисунки детей, и эти сочинения, и всё. Вот такое. Особенно, наверное, активно, как у них хватит пороху или нет, музыканты и творческие коллективы. Вот Морис Клашкин, это вообще идёт ух-ух-ух столько. Хватит ли у них программы, дай бог, очень здорово. Безусловно, многие ветераны не смогут посетить данное мероприятие в силу возраста и физического состояния. Для них необходимо продумать отдельную концертную программу. Возможно, с выездом на дом. Предложили участники круглого стола. О сатирии не только. В Красноармейском районе Чувашии состоялось празднование 90-летия сатирического журнала «Капкан». О лучших юмористических традициях узнавала и наша съёмочная группа. В доме культуры деревни Пикшики собрались жители со всего района. И это неудивительно любимый всеми журнал «Капкан» празднует свой юбилей. С Красноармейским районом у него давние связи. Долгие годы редактором журнала был уроженец этих мест Василий Яковлев. Журнал «Капкан», чувашский сатирический журнал «Капкан» является старейшим для всех национальных республик, по-моему, и Урала, и не только. Это для нас, конечно, предмет гордости. Это, видимо, связано с тем, что чувашский народ всегда ценил, высоко ценил юмор, шутку, смех, иронию. Журнал «Капкан» издаётся в 48 регионах России два раза в месяц на чувашском языке. Основные читатели – сельские жители. Фильетоны, памфлеты, острые критические статьи продолжают жить на странице журнала. С помощью таких публикаций проще вскрывать пороки общества. Нештатными авторами всегда были люди из села. Я стараюсь сплежаться с общественными корреспондентами, нашими постоянными авторами. Без них, без общественных корреспондентов, журнал не будет принят народом. Ну, изменением общественного уклада жизни, естественно, меняется и мнение, народное мнение. И всё это влияет на публикации нашего журнала тоже. Как отметил Валерий Тургай, в России практически не осталось сатирических журналов подобного типа. Поэтому очень важно сохранить и приумножить читательскую любовь к журналу. Ведь, как известно, без читателя нет и издания. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Российская певица Марина Девятова находится в эти дни в Чебоксарах. Финалистка всероссийского конкурса «Народный артист-3» завоевала зрительскую любовь необычным исполнением традиционных русских песен. Марин, второй раз в Чебоксарах, да? И как впечатление? Почему вернулась обратно? Да потому что позвали, вот вернулась. Все очень просто и банально. Если зритель приходит, то почему же не сделать ему приятное во второй раз? Как публика наша с прошлого раза? Вы знаете, я, честно говоря, когда приехала в прошлый раз с тура, ну, конечно, запоминается в первую очередь всегда зал. Часто говорят, а вы вот там город, как посмотрели, успели. Я говорю, ничего вообще не успеваю, не смотрю. И в основном запоминаю зритель, точнее, запоминаю город по его декан, по месту, где работаешь. Ну и, безусловно, публика очень теплая, поющая, танцующая. Народной артистке Чуаши Августе Уляндиной тоже было о чем поговорить с коллегой. Ведь обе они заняты очень важным делом, сохраняют любовь к народному творчеству. Самые интересные моменты разговора вы сможете увидеть в авторской программе Августы Уляндиной на нашем телеканале. Я всегда очень трепетно отношусь к своему слушателю, потому что вы не так часто увидите Марину Девятову, может быть, на федеральных каналах. Но при этом, при всем, когда вы приезжаете, допустим, в Чувашскую республику, а у вас аншлаг. Все говорят мне, а как это так? Ты тут вот, ты же в обложках, нет хита вроде особо, нету. Но Марина Девятова приезжает и собирает. Это что, о чем? Говорит, встретимся указ, как в свое время рассказывал Иосиф Пригожин. Говорит, ребят, сколько угодно можно всего иметь, но если зритель к вам не приходит, все, артиста нет. Поэтому я не знаю, и опять-таки я уверую все-таки на то, что у меня просто Господь наделил меня миссией, и я не имею права по-другому поступить, кроме как нести ее в народ. Дмитрий Ковалев, Маргарита Гартфельдер и Андрей Спиридонов. Республика. Вечером 17 марта жители средней полосы России, включая Чувашию, наблюдали необычное для наших широт явление «Северное сияние». В интернете тут же появились сотни фотографий и видео. Ученые объясняют произошедшее сильной магнитной бурей. Также, вероятно, роль сыграли хорошая безулочная погода и сухой воздух, сообщает портал лента.ру. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика в 20.00». Оставайтесь с нами, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова